Здравствуйте! В эфире правовая программа «Дежурная часть». О работе окружной полиции расскажу вам я, Анастасия Стенина. Коротко о главных событиях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В период времени с 5 по 11 октября на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 175 сообщений о происшествии. Из них 11 преступлений. 48 граждан привлечены к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В сфере безопасности дорожного движения выявлено 128 административных правонарушений. Произошло 3 дорожно-транспортных происшествия с причинением вреда здоровью не допущено. С 9 по 10 октября проведено оперативно-профилактическое мероприятие в целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности. Проверено 30 мест концентрации подростков, 15 магазинов, 9 кафе-баров. Нарушений не выявлено. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 1 октября по 15 декабря на территории округа проводится общероссийская акция «Призывник», направленная на профилактику незаконного оборота наркотических средств среди лиц, достигших призывного возраста. Жители округа могут сообщать о фактах распространения и употребления наркотических средств, психотропных веществ и курительных смесей по телефону 02 с мобильного 102-6-00-47 и 4-21-26, а также по телефону доверия с абонентским номером 4-21-52. Анонимность гарантируется. С 7 октября текущего года возле средней школы номер 3 сотрудниками госавтоинспекции совместно с представителем общественного совета при ОМВД проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель-пешеход». С целью выявления грубых нарушений со стороны водителей-родителей. В период с 10 по 11 октября сотрудниками ОМВД совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проведено рейдовое профилактическое мероприятие по противодействию распространению COVID-19. В рамках рейда проведены профилактические беседы как с должностными лицами, так и с гражданами. Напоминаем, что в округе действует масочный режим. Граждане обязаны носить средства индивидуальной защиты, маски, респираторы в магазинах, аптеках, медицинских учреждениях, в общественном транспорте и такси. Кроме того, Управление МВД России по Ненецкому автономному округу уведомляет о необходимости информирования работников, выезжающих из России, о проведении лабораторных исследований на COVID-19, методом полимеразной цепной реакции в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию России, а также об обязанности соблюдения ими режима изоляции по месту жительства либо пребывания до получения результатов лабораторного исследования. 11 октября текущего года на пересечении улицы Авиаторов на Ринмаре обнаружен велосипед. Владельцу вышеуказанного имущества необходимо обратиться в дежурную часть окружной полиции либо в службу тыла по адресу улица Ваучейского, дом 10, Сокольный, этаж. На территории округа с 7 по 16 октября текущего года посредством онлайн-голосования на сайте УМВД России по Ненецкому автономному округу жители определяют одного участкового, который будет принимать участие в заключительном третьем этапе Всероссийского конкурса в ноябре. С анкетами каждого конкурсанта можно ознакомиться на сайте УМВД и проголосовать за того, кто наиболее соответствует званию лучшего народного участкового Ненецкого автономного округа. Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД регулярно проводятся мероприятия, направленные на пресечение и выявление незаконного вылова биологических ресурсов в акватории реки Печора. Так, в выходные дни полицейские пресекли три факта осуществления незаконного вылова биоресурсов с помощью сетей. В настоящее время по данным фактам проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции напоминают, что за незаконную добычу водных биологических ресурсов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Согласно статье 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней с отступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Для оплаты административных штрафов граждане могут использовать платежные терминалы таких банков, как отделение Сбербанка, Банка открытия, Московский индустриальный банк и Почта России. При оплате административного штрафа в отделениях указанных организаций необходимо предъявить оператору квитанцию, содержащую реквизиты, которые выдаются нарочно либо направляются посредством почтовой связи, вместе с постановлением о наложении административного штрафа. Об оплате административного штрафа убедительная просьба проинформировать инспекторов отделения и организации применения административного законодательства по адресу улица Выучейского, дом 15, кабинет 210, либо по телефону 45173. При отсутствии документа, свидетельствующего об оплате административного штрафа в вышеуказанные сроки, должностное лицо органов внутренних дел будет вынуждено составить протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Данная статья Кодекса предусматривает административную ответственность в виде наложения административного штрафа в двухкратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 рассматривает в суде. Поэтому необходимо помнить, что неуплата административного штрафа влечет за собой другое правонарушение. После того, как просрочен платеж, будет уже два правонарушения. Первое – это непосредственно нарушение, за которое вы были оштрафованы, а второе – это нарушение, предусмотренное части 1 статьи 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Следует учитывать, что привлечение лица к административной ответственности в порядке статьи 20.25 не освобождает его от уплаты первоначального штрафа. А значит, размер санкции увеличивается вдвое – основной штраф плюс наказание за его неуплату. Вместо административного штрафа суд может назначить административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы сроком до 50 часов. Кроме того, в случае неуплаты административного штрафа в установленный законодательством срок постановление по делу об административном правонарушении должностными лицами ОМВД направляется в адрес судебных приставов исполнителей для принудительного взыскания, которые вправе наложить арест на имущество, в том числе на денежные средства и ценные бумаги. Окружная полиция убедительно рекомендует оплачивать административные штрафы своевременно. Полицейские Наринмара призывают жителей округа принять меры по охране своего имущества от преступных посягательств. Рекомендуется не оставлять в подъездах, под лестничными маршами, на лестничных площадках, в коридорах, холлах, велосипеды, самокаты, детские коляски и другое имущество без присмотра. Так, 5 октября текущего года сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД раскрыта кража самоката, похищенного возле одного из детских центров в Наринмаре. В ходе проверки полицейскими установлено, что несовершеннолетний 2012 года рождения, находясь в подъезде жилого дома проезда капитана Матросова, взял чужой самокат, на котором доехал до детского центра, бросил и взял другой самокат и уехал домой. В настоящее время проводится проверка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обращаясь к родителям, напоминаем, что с детьми необходимо регулярно проводить профилактические беседы, направленные на разъяснение правил сохранности имущества, мер безопасности и ответственности за взятие чужих вещей без разрешения владельца. 7 октября в окружной госавтоинспекции состоялась пресс-конференция по итогам 9 месяцев текущего года. Самое большое количество происшествий у нас по итогам 9 месяцев произошли на территории города Нарьанмар. Всего на территории столицы округа зарегистрировано 14 происшествий, в которых у нас погиб 1 человек и 13 получили ранения. На территории Заполярного района зарегистрировано 13 происшествий, в которых 3 человека, к сожалению, погибли и ранены 12 человек. В самом районном центре поселка Искатель у нас зарегистрировано всего одно дорожное происшествие за 9 месяцев. Одно. Остальные все 12 происшествий у нас зарегистрированы на территории муниципального образования, в тундровой зоне и на ледовой глади реки и озер на территории Заполярного района. На сегодняшний день у нас с 27 происшествий, 5 ДТП у нас произошли с участием несовершеннолетних. Я имею в виду, это несовершеннолетние дети до 16 лет. 5 детей пострадали у нас в 5 происшествиях, дети у нас пострадали в 3 случаях в качестве пешеходов. Это наезды на пешеходов у нас произошли, в одном случае это наезд на велосипедистку у нас произошел. И один факт у нас зафиксирован, это произошло весной опрокидывание по дороге на Красное, где пассажирка несовершеннолетняя получила травму. Окружная госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, а также рекомендуют родителям разъяснять правила юным участникам дорожного движения и не забывать о том, что взрослые подают пример детям. Вы смотрели выпуск программы «Дежурная часть». Будьте внимательны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова